Барев здесь, чертов, города Ярована. Барев здесь на армянском, значит, ну, здравствуйте, Барев, это привет. Я сейчас иду по очень одинокой дороге до Мангстеря Гегард. Это, допустим, 34 километра от центра Ярована, а пешком туда иду. Скорее всего, 5 часов буду по дороге ходить. Я буду со времен, но я буду иногда с вами делать маленькие видео, чтобы вы знали, где я, как я. Вот такие вещи. Гегард на армянском значит копье. На самом деле, полное название это Гегардаванг. Ванг на армянском значит монастир, а Гегард – копье. Называю его монастир, монастырем копье, копья, потому что копье, позе, которым они колыли Христа. По армянской истории данное копье было там. То есть они с Исраиля принесли данное копье в этот именно монастир. Но еще по истории монастиря, они давно уже это копье принесли в другое место. Это называется Эчимадзан, по-моему. Эчимадзан. Я там еще не был, но это называется центром армянского православия. Вот у меня очень интересный вопрос. Почему здесь столько этих ватных палок? Типа, почему именно в этом месте есть тысячи просто ватных палок? Вопрос на век, походу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упдейт по вас. Я прошел уже 8 километров, допустим. А мы еще в городе. Скоро уже будем в горах, потому что я их вижу. А я очень жду. Допустим, у нас, значит, 25-27 километров осталось. Ну ладно, выживем. Единственная проблема, что у меня ноги уже натираются там в обувях. У меня с собой пластыри. Поэтому вроде с этим разбираться-то могу. Поэтому разберусь. Одна очень интересная штука вам. Я заметил, что прям все здания в Армении кажется построены из кирпичей. Они, допустим, из дерева и всякие, как это, батона. Здесь на всех хрущевках и есть такой фасад кирпичный. И это очень красиво. Но как и бетон любой хрущевки, любого хрущевка, это немного... После немного времени это уже скучно как-либо. Короче, история такая. Я иду по Яндекс.Навигатору, ну, куда говорит, туда и иду. А вот в одном моменте слышу, как человек типа... Более, я не знаю, как называется на русском, но вот так. Я останавливаюсь. Получается, это собственная земля. Я типа, ладно, они... Я им сказал, что я в Гехард иду пешком. Они везде на меня смотрели, как будто сумасшедшие. Прям везде. Один даже грузовик предложил, что я просто сажусь в машине, и он меня доведет. Это я и объяснил, что я пешком. Они, кстати, только по-армянски говорили, поэтому это тоже маленькая проблема была. Это не та дорога, о которой я подумал, но я не думал, что я по этой дороге... Короче, я слишком далеко пошел. А вот мне нужно вот так обратно немного, а тогда продолжаться. Поэтому я так и делаю. Как же собаки меня снанавили. Ну, понятное дело, гампуры, походу. Парабдез! Я до Гегарда! Гехард! Да! Простите, я прошел мимо! Простите! Да, сейчас я... Они гампуры, да? Гампуры. Они очень красивые. Я не вас снимаю, если что. Если бы я... Вот. Показывай вот так. Слышь. Я оттуда пришел, а вроде... Нет, я оттуда пришел. Ага, вроде вот туда направляет. Я тебя видел, ты на селе, что это с Чорбуллах, ты там, я тебя видел. И так ходил. Но только сейчас. Надо тебе, если хочешь, в Гегард ходить. Да. На этом дороге. Продолжаться? Много. По этой дороге еще? Много. Ну, я знаю. Я недавно, нисколько... Я надеюсь, это не проблема. Ты... Да, так крутишь, но он этот верхний селе видит. Да. О, это селе. Это Гегард. Это не Гегард, это Герадид. А, да-да-да. Это вот Жараберт, потом Герадид, потом Гарни, потом... Да. Все. Короче, можно по этой асфалтному дорогу до этого доехать? Да, можно. Хорошие, кстати, собаки у вас. Да, много хороших. Там эта дорога... Ходишь, дороги... Ага. Ходишь около 5-6 километров, там мостик. Ага. На мосте направляется направо. Ага. Направо, там... нормальная дорога, и ты ходишь... Если хочешь пешком, там если нет, автобус. Там автобус. Я пешком. Ты пешком так? Ага. А... Шнайкалутин. Никакой нации. Я из США. Откуда ты? Из США. Американ. Американец? Да. А здесь ты еще подряд. А мне... Я в России живу, как бы... А мне... Это не проблема, надеюсь. А... Я в России живу, и... А мне паспорт надо сделать, а наше посолство в России закрыто, да. Поэтому я пришел сюда, на месяц и полтора. Ага. Ну так. Спасибо вам. А... Сэйцэйцюцун. Как это? Сэйцэйцюцун. 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 Я... Каким бы... Силым я не... А... Я сильно пытался уже это запомнить, а не могу. Ладно. Я вот пойду. Так. Самое готово кускай. А... Короче. Дистанция, которую я вам сказал. Который я вам сказал. неправильный был. На самом деле, это 44 километра. От... А... Как говорится, от Ярована. Но... Я думаю, вообще через горы ходить. Возможно, как-то побыстрее будет. Но я не уверен, что даже стоя попробовать. Потому что... все равно... отсюда далеко. Но я вижу всякие горы, через которые я смог бы добраться быстрее. Я думаю, попробовать. Ой... Чего я делаю в своей жизни-то, а? Я без понятия. Но зато это приключение. Я люблю приключение. Я живу за них. Поэтому пошли в горы. Нам, короче, туда надо. Далеко отсюда, я вижу селу. Прям далеко, нисколько километров. Но если я могу до этого дойти, то вроде я только что сделал свой путь намного короче, скажем так. Поэтому мы сейчас попробуем. зато никого нет. Это замечательно. Я люблю, когда никого нет. Я просто... Я просто надеюсь, что нет здесь никакой реки, никакие очень глубокие глубины, а нет никаких собственников, которые мне скажут, что мне нельзя туда зайти. Мы идем через горы на поход. Еще одну штуку, одна штука, про которую надо переживать. Они мне сказали, что в Армении живут волки. А я очень не хочу, чтобы меня волк сел. Это немного страшно. А ходить по горам это явно плохая идея. И вдруг я доживу до конца. Я буду очень рад. Вот у нас на самом деле прогресс есть. А... я приближаюсь. Вопрос в том, быстрее ли это, чем просто ходить по дороге, о которой они мне все говорили, или через горы. Я без понятия, а я скоро узнаю. я тоже хочу всем говорить о том, ну, обсудить это, что я сейчас вообще без музыки, без ничего, потому что здесь это как будто я прямо на приключениях, что все здесь настолько интересно, новое, что зачем мне музыка, которую я уже слушал 10-20 раз, когда я могу просто идти вот так. Короче, у нас маленькая проблема, получается, что это база, военная база, поэтому мне туда надо, мне как-то надо добраться отсюда, то без понятия, что это военная база вообще-то, а, а, да, я ближе к этому не подхожу, потому что мне кажется, что это было совсем до тупо подойти поближе, поэтому я поднимаюсь горе, чтобы прийти. Короче, я иду как можно скорее от этого места, потому что меня разбираться с армянскими войсками не особо хочу. Здесь какой-то полигон какой-то, потому что я нашел вот это. и вот это возьму с собой. Нашел я патроны. Не патроны, а вот кейсы, а патроны. Я даже не буду вам брать. Здесь правда немного страшно, потому что я слышу, как стреляют. Вам скорее всего не слышно, но я точно слышу. И в одном моменте много пяти спресков улетело и очень быстро с таким громким звуком, что я подумал, что меня точно убьет. как же это прекрасно, здесь никого нет. я слышу ничего, кроме как ветер дует и мои шаги. Прямо никто нет, хоть за километр отсюда. А это прям я вот это очень я радуюсь этим. Короче, я решил не идти в это село, которое вот там, допустим, километр отсюда, а я решил пойти прямо на направлении, на которое я должен пойти. Это просто вот туда где-то есть еще село на дороге. Я подумал, зачем подальше с дороги уйти, чтобы туда, чтобы просто по дороге ходить, когда я могу просто по горам ходить, а вот все равно до места. Я нашел маленькую реку. Сейчас сложно будет, сейчас спускаться очень сложно будет. Не, не спускаться, а вот подниматься вот этого все. Я не очень рад этому. Не надо. Надо. Уже прошел столько, а как вообще до реки вообще дойти. Мы уже столько прошли. начинайте подъем на горах. Сейчас сердце у меня будет ударение, ударов будет со восемь 150 за минуту. Потому что я уже видел, эта гора очень большая. сейчас надо прям почти вертикально его поднять. подниматься. Диви подниматься. Ура. Ура. Вот. Ура. Вот. 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 Столько осталось, это все поднято, а возможно еще после этого ест, я не помню, я нашел дорогу, но я думаю, вообще просто продолжат подниматься, потому что я уже, я вроде уже почти там, а я хочу до конца, просто подниматься, ой, колени болят. Ой, боже, ой, почти дошли, о да, я вижу все, о, о боже, нет, нет, пожалуйста, не составляй меня подниматься туда, нет, нет, нет. Ладно, значит поднимаемся снова, боже, ой, сердце меня убивает. Короче, продолжаемся, я не знаю, как вообще я подниму туда, если даже возможно, я вижу дома там, которые вообще, когда они меня такие маленькие в игле, значит гора огромная. Ну, попробуем, как говорится, надо попробовать. Ау, я попинал камень, ау. Ах, я слышу, как он вот так, да, сыскал, а я подумал, что типа что-то за мной идет. Начинаем подъем. Иногда реально кажется, что никого никогда здесь не было. Ай, так прекрасно, боже. Вот подъем начинается. Много этих растений просто холод, у них такие вещи, я не знаю, как называются на русском, но вот. Вот, поэтому надо очень осторожно быть, у меня уже везде, в штанах такие. Еще идем. Вы же остановите, очень сложно. Ну, зато смотрите на этот вид. Вот, это красота. Да. 130 ударов за минуту. После того, как мы эти горы полностью поднимаем, это уже самое сложное, сейчас закончено. Блин, это такое такое офигенное приключение. Это сделать просто, это просто я так и я никогда не представил бы в жизни, что мне такие занятия нравятся. А получается, что вот ходить, где мало кого ходил, не в этой вашей господопримечательности, а вот в таких местах. это по-моему настоящее. Ярован, не вижу где-то там. Ярован, а я все это прошел. Свет и гори. А я, по-моему, вижу отсюда телебашню. Ярованские. Мне почти поднялось до самой верхней точки, по-моему. По-моему, это все. Возможно, нет, но по-моему, это конец. Мои расстреляли. А вот я чувствую себя, как будто это Лайон Кинг. Королос, Левый Королос. Ну, вы понимаете, Лайон Кинг. Это все будет твоим королевством. Вот это будет моим королевством. Я стану армянином. Армянином. И буду моим королевством. Я поднялся до цивилизации. Видите дома? А вот там Арарат. Как вы видите, там. Это уже на Турции, на территории Турции, но все-таки красиво. Смотрите, как красиво. Там еще короли. Мои любимые. Знаешь, на самом деле, как я себя чувствую сейчас? Я сейчас себя вижу, как из второй части крестного отца, как Майкл идет по горам, вот так. В Сисле, в Корлеоне. Я вот так сейчас себя чувствую, потому что я прям просто хожу по горам, по деревням. Вот так. Никого здесь нет. Ладно. Я почти дошли до первой деревни. Я ни одного человека не увидел. Уже два два с половиной часа. Приятно. На самом деле, а у меня спина уже начинается болеть. Короче, у меня где-то 15 километров осталось. А сколько я прошел? 19 прошел, 15 осталось. Еще раз поднимаемся. Я не знаю, сколько вовсе подъемов. Я не уверен, насколько еще подъемов я способен. Я наконец-то остановился по чуть-чуть, чтобы поесть, но пять минут остановился, поставил телефон на заявку, а вот взял себе гранолу. Сейчас вкусненько поем. Блин, каждый километр, допустим, 10 минут, меня, умные часы напугивают, потому что они мне говорят, говорят, сколько ходил, сколько шагов, сколько километров, сколько времени. А каждый раз я останавливаюсь, щелкнусь, типа, откуда голос пришел. А я только что заметил, что это мои часы, только что, после 20 километров. Я наконец-то нашел людей. Они что-то горят там, ну, костер, костры или что-то. Ладно, я вроде нашел какой-то деревний. отсюда поменением Яндекс.Навигатора 15 километров. А вот я уже прошел 20 с половиной, поэтому я точно могу дойти. 100%. Данная деревня называется Хацаван. Здесь живет примерно население 506 километров одного человека. Короче, у меня 18 километров осталось. И уже будет вообще вечером, когда я доеду. У меня 3 походу с половиной часов. Но если я могу 10 минут за километр, за 3 часа можно. Но это в самом хорошем случае. Короче, я никак не доеду вовремя, чтобы войти. Я уже знаю, это 3 часа отсюда. Я начинал в 10 часа. Вы 10 утром. А все равно слишком далеко было, чтобы дойти. Надо прям к семье. Надо прям рано-рано утро. Люди уже начинаются, добрые люди, начинаются остановиться, потому что они думают, что я сумасшедший, китол захотел бы здесь гулять. Но я хочу. Я быстро раскрепился, чтобы поменять носки, потому что у меня нога начинает сильно болеть, а там столько гряз, что надо как-то поменять. Поэтому я сейчас это сделаю, а тогда продолжим. Короче, я поменял носки, а мне намного лучше. Вот. короче, я гуглил вчера, что сделать, когда у тебя вот натирается сильно. Они сказали, что надо иногда менять носки, а вот дать своим ногам проветриваться. Короче, я только что дошел до говни вроде, а прекрасная женщина меня дала воду, потому что я весь не пил воду, а у меня у меня голова болит. Скорее всего, я обезвлаженный, но я забыл слово. Поэтому у меня допустим 10 километров осталось до Гехарда. Но я могу это сделать. Главное, сейчас это уже темнеется, поэтому кто-то мне сказал, что у людей в Армении есть какая-то зависимость на белые лады, нюви, а я не верю. А вот я только что три их в течение, допустим, 30 секунд. Увидел? Вот. Короче, у меня для вас очень плохая новость уже темнеет вот и последний автобус только едет до 7 поэтому у меня висел час, иначе я не успел на автобусе обратно. Вот. А я не буду здесь ночевать нигде. А такси заказать не могу. Короче, оттуда я хочу я прошу прощения за то, что все-таки и Гарни не показал, и Гехард не показал. Просто там времени уже не было и автобус уехал через допустим 10 минут. Поэтому мне очень нужно было успеть на последний автобус. Поэтому но хоть до деревни Гарни. Короче, я вас всех разочаровал, а я прошу прощения за это. Но все равно надеюсь, что вам было весело посмотреть, как я заблуждаюсь по горам, Армении. И до следующего раза. До свидания.